В эфире телеканала Деснатова новости. В студии работает Ксения Ложкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Союз Чернобыль провел встречу соратников в православном храме Десногорска. Это была страшная трагедия. Кто был, кто работал на этой ликвидации, знает. А словами это не передают. Кузница чемпионов. Десногорский боксер готовится стать мастером спорта России. Моя мечта – выполнить мастера спорта России. Я буду первым человеком в городе Десногорска мастером спорта по боксу. 27 июня в Богородице-Скорбящинском соборе города Десногорска состоялась встреча ветеранов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Сами чернобыльцы назвали эту встречу «воссоединение с церковью». Представители духовенства открыли двери храма для членов Союза Чернобыль-Смоленского и Десногорского отделений. По словам участников, встреча стала долгожданным для всех событий, так как обязательное собрание в год 35-летия со дня аварии планировалось уже давно. Я вот поскольку был один из первых дней там в 86-м году, да, каждым годом она не забывается, наоборот, память укрепляется. Но это была страшная трагедия. Но кто был, кто работал на этой ликвидации, знает. А словами это не передать. Это словами, честно, словами не передать. Кто работал, ну это страшно. Как страшный слон, иногда вижу. Трагедия Чернобыля. Встреча прошла в скромной дружественной обстановке. И хотя соратники из Беларуси не смогли приехать из-за осложнившейся в мире эпид-ситуации, на встрече присутствовал председатель областного отделения «Союз Чернобыль» по Смоленской области Игорь Пушкарёв. Приветствуя гостей, он напомнил об исторической роли ликвидаторов в трагических событиях весны 86-го года. «Чернобыльцы в то время спасли мир от тяжёлой утраты, от тяжёлого удара того, который принесла Чернобыльская АЭС. Потому что возвращаемся, что ядерный заряд, который тогда вырвался на уши, он придёт в новый мир». Смоленское объединение ветеранов-ликвидаторов насчитывает более трёх тысяч человек. На встрече обсудили проблемы, с которыми сталкивается каждый из них в повседневной жизни, и способы избежать социальную несправедливость. Рассматривались перспективы развития всего общества и специальных структур, чья деятельность направлена на защиту законных интересов участников ликвидации аварии. Диалоговая площадка была открыта для всех, поэтому многие смогли высказать своё мнение о несовершенстве правовой базы касательно чернобыльцев. «Те, кто работали в 86-м году, 26 апреля, не все категории трудящихся являются ликвидаторами. То есть торговые работники вошли в эту категорию, а такие люди, как учителя, медсёстры, работники культуры, к сожалению, остались просто эвакуированы. И для нас это большая потеря». Организация «Союз Чернобыль» существует больше 10 лет. На протяжении этого времени она служит напоминанием о колоссальной ответственности перед миром тех, кто владеет атомной энергией. И развивается для сохранения памяти о героях страны. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Пока большая часть населения наслаждается летним отдыхом, некоторые жители Десногорска заняты кропотливой работой на спортивной арене. Так, в специализированном зале Якимовичской школы в усердных тренировках проводят дни кандидат мастера спорта по боксу. Джеб, апперкот, стрет – для профессионального боксера это не просто слова, и бокс для него не просто спорт, а выверенная стратегия и хорошо продуманное построение боя. Юрий Лилик – один из таких людей. Сам он признается, что в спорте оказался случайно, но ни разу об этом не пожалел. От того дня, когда он в первый раз вышел на ринг, его отделяют годы. Заниматься начал с детства, наверное, с 2006 года. Понравился бокс, на улице делать было нечего, пришлось прийти в спорт. Юный спортсмен сразу попал по тренерскую опеку Владимира Гречина, с которым он тренируется до сих пор. Результаты усердных тренировок не заставили себя долго ждать. Сейчас у Юрия в арсенале почти все возможные награды. Почет и уверенное лидерство на всероссийской боксерской арене. Готовимся и постоянно выступаем на всероссийских соревнованиях класса А. Юра входит в сборную МГФСО, это московская организация. Выступал он неоднократно на первенстве города Москвы. И за город Москву выступает на всероссийских соревнованиях класса А. В ближайших планах спортсмена выполнить норматив мастера спорта. Сейчас он активно готовится к сборам, которые пройдут в городе Чехове, где его мечта, наконец, сможет воплотиться в реальность. Я готовлюсь к мастерскому турниру. Это турнир класса А. Там выполняют мастера спорта России. Моя мечта выполнить мастера спорта России. Я буду первым человеком в городе Десногорске мастера спорта по боксу. Хочу выполнить нормативы и вообще в дальнейшем связать со спортом жизнь. Тренировки, как и прежде, проходят в Якимовичской средней школе. При поддержке директора Сергея Тарасенко боксерский клуб появился здесь 6 лет назад. С тех пор секция пользуется популярностью не только у подростков. Взрослая группа, которую Юра тренирует, он занимается со взрослыми ребятами. Выступая сам на ринге, еще и ведет тренерскую работу. Профессиональный бокс для большинства мальчишек – это тяжелое испытание силы и выносливости, которое под силу далеко не всем. Юрий Лилик своим примером говорит, что бокс можно полюбить и приручить. А после того, как это сделаешь, он станет для тебя источником энергии и здоровья. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. Первый день июля Десногорск встретит солнечным днем без дождей. Температура воздуха днем плюс 26, ночью плюс 17. На сегодня выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова